В канун юбилея Владимира Высоцкого в кинотеатре России состоится вечер его памяти. По инициативе руководства 8-й школы и клуба любителей творчества Высоцкого 22 января в кинозале пройдет конкурс исполнителей стихов и песен знаменитого поэта и музыканта. Поучаствовать в нем приглашают всех школьников Ленинского района Саранска. Раньше считали, что стихи Высоцкого доступны только более взрослым детям. Но вот в этом году в положении написано, что могут участвовать в этом конкурсе дети с 7 по 11 класс. Потому что творчество Владимира Семеновича настолько многогранно, я думаю, что каждый найдет стихотворение или песню, которую он мог исполнить. Воспитанники Саранской художественной школы представят выставку рисунков, посвященную жизни и творчеству Владимира Высоцкого. Он вошел в историю как поэт, автор-исполнитель своих песен, блестящий актер театра и кино. Высоцкий сыграл десятки ролей на сцене, снялся в 26 фильмах, в 32 кинолентах звучат его песни. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плохо он или хорош. Что-то со временем начинает уходить, что-то забывать. И ради того, чтобы это не забывалось, не пропадало, мы для этого и организуем конкурсы, концерты. Собираемся с такими же энтузиастами, любителями творчества Высоцкого вместе и проводим какие-то совместные мероприятия. После завершения конкурса стихов и песен Кинотеатр России покажет художественный фильм «Я родом из детства», где Высоцкий сыграл роль танкиста Володя. Он же автор музыки и пяти песен к фильму, две из которых – «Братские могилы» и «Песню о звездах» – исполнил сам Высоцкий и остальные – Марк Бернес. Военная драма Виктора Турова, снятая в 1966 году, признана лучшей за всю историю белорусского кино. Она рассказывает о подростках, живущих в прифронтовом городе в последние годы Великой Отечественной. Они надеются, что война скоро кончится и ждут своих близких, не все из которых вернутся домой. Вон покатилась вторая звезда вам на погоду. Фильм для детей, про детей. Фильм очень переживательный, фильм очень патриотичный. Очень хотелось бы, чтобы дети, которые придут на это мероприятие, вызвать у них, наверное, какое-то чувство сопереживания. Творческий вечер памяти Высоцкого пройдет в кинотеатре России 22 января. Начало в 11 часов, вход свободный. Людмила Чекал, Александр Данилов. Наши новости.